Стратегия GAPI очень простая и эффективная система, которую оценят даже новички не только в торговле бинарными опционами, но и рынка Форекс. Она генерирует достаточно точные и однозначные сигналы, которые на графике не перерисовываются. Разработчики GAPI просят за эту стратегию 87 долларов, но у нас на сайте в ознакомительных целях вы можете ее скачать абсолютно бесплатно. Ищите ссылки в описании. Индикаторы этой стратегии устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто до сих пор не знает, как это делать, ищите полезные ссылки в описании под видео. А теперь давайте узнаем, стоит стратегия GAPI этих денег или нет. В GAPI входит 11 индикаторов Rainbow MMA, каждый из которых представляет собой 8 скользящих средних разного периода. При этом все они объединены в группы по 2 и раскрашены в один цвет. Например, Rainbow MMA 10 и Rainbow MMA 11 объединены в группу экспоненциальных скользящих средних золотого цвета и так далее. Таким образом, группы разных скользящих средних окрашенных разными цветами отражают направление тренда на разных таймфреймах от краткосрочных до долгосрочных. Это система логическое развитие торгового метода на основе множественного скользящего среднего GMMA, изобретенного австралийским трейдером и писателем Дэрилом Гуппи. Его цель была помочь трейдерам лучше понимать тенденции на рынке. И анализируя, как скользящие средние взаимодействуют между собой на графике, пользователь начинает лучше понимать направление и силу тенденции, преобладающие в текущий момент. Индикаторы этой системы помогут трейдеру найти ответы на три ключевых вопроса. Первый. Какова сила тренда? Второй. Как определить окончание и разворот ценовой тенденции? И третий. Как определить флэт? Давайте попробуем разобраться, как с помощью ГАППи определить силу тренда. Сила доминирующей ценовой тенденции в данной системе определяется путем оценки соотношения между долгосрочными скользящими средними, которые отображаются фиолетовым и серым цветом, и краткосрочными линиями желтого и синего цвета. В момент сильных однонаправленных импульсов быстрые краткосрочные скользящие будут отдалены на значительное расстояние от медленных долгосрочных. И чем шире это расстояние между группами, тем сильнее курсовые колебания. Рассмотрим, как определить разворот тренда. Индикаторы торговой системы помогают определить разворот направления движения цен по пересечению краткосрочных и долгосрочных групп скользящих средних. Разворот ценовой тенденции с растущей на нисходящую происходит в момент пересечения краткосрочными средними долгосрочных сверху вниз. Зеркально происходит разворот нисходящей ценовой динамики на восходящую. В этом случае группа краткосрочных скользящих пересекает долгосрочная снизу вверх. И теперь давайте разбираемся, как определить флэт. Определить неторговую ситуацию очень просто. В этом случае краткосрочные и долгосрочные группы скользящих средних сплетаются между собой, вытягиваясь в прямую линию. Как только мы попадаем в такую ситуацию, заключать сделки категорически не рекомендуется. И мы советуем поискать другой финансовый инструмент, у которого порядок расположения линий не нарушен и существует достаточное расстояние между разными группами средних. И вот пришло время разобраться с правилами торговли по этой стратегии. Для повышения качества торговли следует искать точки входа тогда, когда группа средних желтого цвета разошлась на визуально значимое расстояние от фиолетовых линий. Сигналом к открытию позиций служит закрытие свечи за пределами цветных средних. Эта стратегия торговли предлагает два основных типа сигнала на разворот и на продолжение ценового движения. Можно брать в работу оба или один из них, в зависимости от результатов тестирования на истории. Итак, торговля на продолжение тренда. Чтобы заключить сделку в направлении действующей тенденции, необходимо дождаться закрытия свечи выше или ниже группы желтых линий с целью идентификации отката, после чего входить в сделку, когда цена вновь развернется в направлении основного движения. И если это ниже индикатора множественных скользящих средних, покупаем опцион PUT. Если выше индикатора множественных скользящих средних, покупаем опцион PUT. Условия и правила в торговле на разворот. Для совершения сделки на разворот необходимо дождаться смены направления торгов. И для покупки опциона PUT необходимо, чтобы первое, группа желтых скользящих средних пересекла остальные снизу вверх. Второе, свеча закрылась выше всех цветных линий. Третье, в этом случае покупаем опцион COW на открытии следующей свечи. А для покупки опциона PUT смотрим, чтобы первая, группа желтых скользящих средних пересекла остальные сверху вниз. Второе, свеча закрылась ниже всех цветных линий. Третье, на открытии следующей свечи покупаем опцион PUT. Рекомендуемая экспирация 4 свечи. Таймфрейм M15. Подведем итоги. Стратегия бинарных опционов GAPI универсальна и многогранна. Разработчики заложили в ее основу известный биржевой принцип. Если цена актива отклонилась от своих средних значений на определенное количество пунктов, то существует очень высокая вероятность продолжения курсового движения в эту же сторону. Поэтому после закрытия свечи выше или ниже линей индикатора можно ожидать продолжения движения в эту сторону. И как видим из выше представленных примеров, такой подход отлично работает. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что цена 87 долларов за такие качественные сигналы вполне оправдана. Дополнительным плюсом стратегии выступает ее применимость и на рынке Форекс. Однако, на каком бы рынке вы ни торговали, чтобы несли депозит перед использованием новой стратегии, обязательно протестируйте ее результаты на демо-счете, используя все принципы и подходы риск-менеджмента и мани-менеджмента. И, конечно, торговать лучше, надежнее и безопаснее у проверенного брокера. Найти такого можно у нас на сайте, в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ищите ссылки в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!